Здравствуйте! Это программа «Нефть» и ее ведущий – Лжас Байдельдинов. Мы несколько передач посвящали такому системному анализу, системному разбору газовой отрасли Казахстана и Центральной Азии. Я чуть позже скажу, как назывались эти программы. Сегодня мы решили продолжить, так скажем, вот этот цикл передач с нашим уважаемым гостем. У нас в гостях Наушиев Танбай и Синалич. Здравствуйте! Здравствуйте! Для нефтяников и тех, кто в отрасли, я думаю, Танбай и Синалич представлять не нужно. Но в целом я скажу, что человек уже с самого начала работы в газовой отрасли Казахстана, тогда Советского Союза, возглавлял и был в топ-менеджменте Казахгаза, Казахгазпрома, Казахрансгаза, Интергаз Центральной Азии. Был исполнительным директором национальной компании Казахгаза, сейчас кандидат технических наук. Очень много статей, можно прочитать о нашем госте. Это очень уважаемый человек, ветеран. Ну, Танбай и Синалич, давайте вот с такого общего вопроса. В прошлом году было такое большое событие. Россия запустила силу Сибири в Китай. Там президент Владимир Владимирович Путин и китайский лидер, они там нажали символические кнопки. И вот обсуждалось в Казахстане, в основном, наверное, в российских СМИ меньше, возможно ли, что вторая ветка этого газопровода пройдет по территории Казахстана. Возможно ли экономически, возможно ли технически, ну и в целом, как вы думаете, это вообще нужно России или нет? Ну, сразу такой сложный вопрос, Володя. Мы вот специализируемся на сложных вопросах. Я скажу на первые два условия, и экономически, и технически. Этот вопрос возможно. Возможно прохождение этого газопровода через территорию Республики Казахстан. Но, исходя из того, что последние годы, что испытывает Российская Федерация с транзитом своих энергоносителей в западном направлении, я не думаю, что он возьмет и сразу согласится на такой вариант прохождения магистрального газопровода через нашу территорию. А технически, экономически, это было бы даже выгоднее для той же Российской Федерации. Потому что газ из Ковыгтинского месторождения, где запасы равняются более триллиона трехсот миллиардов кубических метров, сооружение магистрального газопровода через заповедные области УКОК, которые охраняются структурами ООН, это достаточно проблематично. Поэтому, как альтернативный вариант, тот вариант, о котором вы говорите, был бы, конечно, очень хорош. Но, как говорится, здесь есть политический аспект, поэтому сегодня, говорит, однозначно, пользуя этого проекта нельзя. Вероятность есть, но низкая, так скажем. Давайте вот тогда, переходя от, так скажем, большого, мы вот несколько передач, я вот давайте попрошу, чтобы мы посмотрели, как назывались передачи. Вот две передачи были, они вот где-то через полгода выходили. Называлась передача «Центрально-азиатский газ. Дилемма выбора». И вторая называлась «Газовый разворот в Китай. Есть ли риски?» Вот на этих передачах мы очень подробно остановились, вот наш гость рассказывал. Я вот для таких зрителей поясню, да, кто не видел эти передачи, что вот за 10 лет в Казахстане, в Центральной Азии произошел такой газовый разворот. Газ, который раньше шел в Россию, через территорию России в Европу, он сейчас развернулся и направляется он в Китай. Хорошо это, плохо. Какие есть риски, возможности, вот можно посмотреть в этих передачах. Они есть на Ютубе, они есть на официальном сайте «Инбизнес Кейзет». Вот, Танбай Синалиевич, мы к 2025 году вот в рамках ЕАЭС должны перейти вот к равнодоходным ценам на нефть, газ, нефтепродукты. То есть вот такое вот трио по энергетике. Сейчас вот есть вопрос по газу, который ведется в Астану, вот в целом, да, на северо-восток страны. Всех, конечно же, интересует вопрос, какие это будут цены, как они будут образовываться, как они будут исчисляться. Особенно интересно, потому что, ну, в прошлом году, тогда еще министр Канат Базумбаев говорил, что газ для населения, он будет дороже, чем уголь. То есть дешевле, чем уголь, он обходиться не будет. Вот мы хотели бы в этой связи вот эту передачу посвятить тому, как вообще вот происходит ценообразование на газ, да, то есть с чего надо начинать? Ну, такой экскурс может быть какой-то там. Понятно. Ну, немножко истории. Известно, что в 50-х годах прошлого столетия не только в нашей стране, в Советском Союзе тогда, но и во всех странах Европы, Африки, в североамериканском континенте, бурно начала развиваться газовая промышленность. Одним из крупных гигантских месторождений являлась Гронингская в Нидерландах, Голландии. И открытие этого месторождения с общей радостью для жителей Европы, потому что запасы газа в этом месторождении позволяли рассчитывать на длительную перспективу использования газового топлива. Естественно, это газовое топливо во всех отношениях. Оно выгодное, экологически чище, теплотворные способности не уступают ни углю, ни мазуту. Поэтому здесь возник один вопрос. Ведь до этого уже топили другим топливом, с тем же углем, например, мазутом. И надо было разработать положение о ценообразовании этого нового топлива. К чести людей, которые этим занимались, они добились этого. Им удалось назначить такую цену для нового топлива, при этом не ущемляя интересы поставщиков старого топлива. И вот эта методика, она настолько была универсальна, что последующие десятилетия в Европе, да и во всем мире активно пользовались вот этой методикой, которая впервые применялась в Нидерландах. В нашей стране тоже открыты были огромные месторождения в Туркмении, Узбекистане, нефтяные месторождения Казахстана, Междуречье, Урала, Волгии, Западной Сибири. И это дело, открытие крупное, повлияло на создание отдельного министерства газовой промышленности и, естественно, его подразделения, которые построили одну из крупнейших систем в мире. Это не только отдельные газопроводы, это система магистральных газопроводов, которая насчитывает на момент развала Советского Союза более 159 тысяч километров, более полутысяч компрессионных станций и многие другие мощности, заводы. — 160 тысяч километров — это как 4 раза экватор обомнать. И вот появились, после такого бурного развития, появились новые структуры по определению стоимости, по определению цены природного газа. Появились так называемые газовые хабы. Но это позже. Сначала цены на природный газ устанавливались по взаимным договорам договаривающих сторон. Был продавец, был покупатель, но на Западе это сразу приняло оттенок рыночных отношений. И эти цены, которые где-то фиксировались, они потом становились как бы общими. — Ну, бенчмарк по ценам. — Да. Потом, когда появились хабы, появились долгосрочные и спотовые контракты. Спотовые, ну, как вы знаете, это краткосрочные, быстрые контракты. Но появились и разновидности газа. Не только сам природный газ. Появился жижный природный газ, жижный углеводородный газ, компримированный природный газ. Естественно, эти разновидности газов имели разную цену, потому что на производство этих видов топлива затрачиваются разные объемы работ. — Ну, и потребители сами разные. — И, естественно, условия потребителей. Вот поэтому постепенно образовалась в общем мире такая система методик, которая сегодня работает. И сегодня рассмотрим основные из них. Вот методика OPE, Oil Price Acceleration. Цена с привязкой индексации к цене нефти, отдельных нефтепродуктов. Здесь могут быть цена газоэла, цена мазута. Иногда и цене угля и электроэнергии. Вот это один из распространенных методик. — Да, я вот именно его и знаю. То есть берется, как называется, теплоемкость, да? Сколько может газ при сжигании выдать, сколько нефти. — Ну да, это тоже. Это показатели. Есть еще понятие тонны условного топлива. — Да-да-да. Вот через эти показатели можно просчитывать теплотворную стоимость, теплотворную возможность того или иного топлива. Вторая методика называется «Gas on gas completion». Это так называемая методика GEOG. Цена здесь определяется на рынке в результате взаимодействия, спроса и предложений на основе конкуренции между поставщиками. Это уже настоящий рыночный метод. Есть множество продавцов, и они показывают, вот, пожалуйста, вот эта цена вам будет выгодная. И вся эта цена вариативна. Она может изменяться и в какие-то часы, в течение суток, в течение недели, в течение года. И тем самым она как бы удобна для покупателя, для выбора покупателя. Торговля ведется в этом случае как и физическими объемами газа, как вот в случаях Хенри Хаб, штат Луизиана, Соединенных Штатах, или условных терминалов. Есть такие терминали, как HPP в Великобритании. Там не обязательно присутствие вот какого-то специального места для торговли. Это как виртуально. Как виртуально, да. Вот. И также торговля фьючерсами на газ на биржевых рынках. Это вот более известный на слуху на АЭМЕКС, АЭСИ и так далее. Вот. Но не весь газ покупается и продается вот по такому методу. На спотовом рынке есть и долгосрочные контракты. Это покупатели и продавец, они договариваются, но обязательно регистрируют цену сделки вот в этих институтах. То есть они передают цену, по которой они эти сделки совершили. Ну, также в эту категорию включен спотовый рынок СПГ, сжиженного природного газа. Ну, как вы сами понимаете и знаете из литературы, что СПГ, продажа СПГ более развита в Северной Америке. И вот мы ожидаем вхождения в строй девятого терминала на побережье Соединенных Штатов Америки. Это, естественно, способствует увеличению объема продаж СПГ Соединенными Штатами Америки. Да, вот в прошлых передачах вы говорили об этом, кстати. Также СПГ полностью, практически он очень развит в Юго-Восточной Азии. Главным покупателем, где является Япония. А продавцы этого такого газа Индонезия, Австралия. Австралия, Ближний Восток. Есть третий метод. Это билетерал монополий. Цена определяется в результате двухсторонных обсуждений и соглашений между крупными покупателями и продавцом. Попутно скажу, по этому методу реализует свой газ ПАО «Газпром» Российской Федерации. По этому методу. Теперь давайте перейдем к Казахстану. У нас к 2025 году должен быть единый рынок с Россией в рамках ЕС. Россия, Беларусь, Армения, Кыргызстан. Равнодоходные цены на нефть, газ, нефтепродукты. То есть внутренний рынок у нас должен быть соответствовать как экспортная цена в Европу за вычетом транспортировки, пошлины и так далее. Какая формула ценообразования будет в Казахстане или какая действует сейчас? Перед передачей вы затрагивали эту тему. Вот в этом вопросе это вопросы Евразес различные комитеты и структурные образования в этой системе с каждой страны участницы работают достаточно напряженно. Они начали работу в технических комитетах, разработка норм и правил в общих для всех этих стран. Это очень важный вопрос, потому что кто владеет вернее чьи правила работают на этом рынке тот и выигрывает. Потому что другая страна или группа стран должны ориентироваться на страну обладателя вот этих прав. В этой связи использование мирового опыта мирового опыта и методики ценообразования природного газа оно сослужило бы Казахстану хорошую службу. Нам конечно в стопроцентную сейчас переходить невозможно, но с учетом наших возможностей, особенностей нашей газотранспортной системы, ну по величине расстояний, ну сами знаете, наша страна имеет огромную территорию из запада на восток растянулась на 2940 километров, это же газопроводы, каркас повторяет внутри страны вот такие немалые расстояния, а расстояние это деньги, то есть для транспортировщика, для компании это с одной стороны затраты, с другой стороны затраты надо как-то компенсировать, то есть здесь все открыто, это рынок, здесь я транспортирую ваш газ, например, на такое-то расстояние у меня есть затраты, вот эти затраты они должны быть открытыми, покупатель должен понимать, да, и плюс какая-то норма рентабельности, это тоже согласовывается в нашем случае с правительством или уполномоченным органом, и при такой схеме, я думаю, особых трений между этими странами, входящими в РАЗС, быть не должно, когда 2025 году, я думаю, постепенно разрабатывая технических комитетов, других структурах, мы приведем общий знаменатель нашей все эти документы, и здесь особых болезненных отношений быть не должно. Да, вот перед передачей тоже мы обговаривали, в Санкт-Петербурге, в России есть товарно-сырьевая биржа, часть объемов нефти, нефтепродуктов, газ, по-моему, если не ошибаюсь, тоже, они торгуются на этой бирже. У нас в Казахстане в прошлом году были запущены торги с жижным нефтяным газом, то, что в газомоторном топливе используется, по природному газу этого нет, но, я так понимаю, наверное, структура отрасли не располагает к этому, или все-таки в перспективе у нас какие-то биржевые торги, открытый рынок может быть по газу? Как вы думаете? Я думаю, может быть, позднее мы все равно придем к такой форме торговли энергоносителями. Дело в том, что, как я вот выше заметил, есть Хенри Кап, Хаб, штат Лузиана, где 50% производителей газа, то есть кто добывает газ, и транспортировщиков газа работают с этим Хабом. То есть там создается единая для Соединенных Штатов цена, приемлемая для природного газа. У нас, конечно, это зависит от точки, так называемой точек входа. То есть 50% газового топлива в Соединенных Штатах так или иначе мимо вот этой Хенри Кап пройти не может. И когда мы говорим, Казахстан, возможно ли такая схема, такая система ценообразования через определенный Хаб, я могу быть и неправым, потому что не владею полностью информацией, но про себя я думаю, прочитав множество материалов по организации ценообразования, мне кажется, что в нашей стране есть уникальные возможности для организации подобных Хаб по газу. Знаете, Туркмения торгует газом, Узбекистан торгует, мы торгуем, объемы не очень большие, но мы тоже, я имею ввиду международную торговлю газом. Российская Федерация это вообще, там объемы только поставкой в одну Европу приближается к 200 миллиардам. Да, по 200 миллиардам. Поэтому в этой связи есть такая мысль, а что если вот Астаниевский финансовый центр, международный финансовый центр, юрисдикция Великобритании, пожалуйста, юридическая поддержка международного, класса, организовать хаб по газу, все бы к нам пришли бы, та же Российская Федерация, ведь это же виртуальный хаб HBP в Лондоне существует, почему бы по такому принципу не организовать, допустим, Нур-Султане. Вот видите, какое стратегическое мышление у людей, а мы вот иногда не всегда обращаем внимание на какие-то западные рекомендации, а внутри страны не прислушиваемся. У нас меньше минуты остается, можно вот такой короткий вопрос, вы видели систему, которая была в СССР, управление газовой отраслью, видите, какая есть сейчас, вот часто обсуждают о том, нужен ли Кастрансгазу свой собственный мандат на разведку добычи газа, то есть сейчас же они фактически отвечают за транспортировку, ну, очень-очень такой короткий вопрос, нужно, не нужно, принесет пользу, нет? Нужно. Нужно почему? Ну, буквально одну минуту, когда создавали национальную газовую компанию 11 октября 1901 года за номером 601 постановления правительства, там было черным по белому написано, компания создается для разведки, добычи, транспортировки и переработки природного газа, то есть изначально в Казахстане люди задумывались об этих отраслях, производствах газа. Почему бы Казахстан с газовым это не иметь, я сейчас не буду вдаваться в какие-то подробности, в принципе это возможно, но есть какие-то мешающие этому обстоятельства, я думаю, их можно перебороть, и если хорошо изучить возможность, это была бы такая же вертикально интегрированная компания, которая действительно от скважины до горелки, обеспечивала работу газовой отрасли республики. Да, вот мне подсказывают уже, что программа завершилась у нас, время вышло. Танбай Есенаревич, большое спасибо вам за такую интересную беседу, очень много вопросов у нас еще осталось нераскрытыми, но это как раз таки тема для будущих передач, для наших телезрителей, повторю, у нас в гостях был Наушиев Танбай Есенаревич, обсудили тему ценообразования на газ, какие есть возможности и риски у Казахстана, ну возможности, как оказалось, есть большое количество, это, наверное, такая революционная может быть даже идея, о том, что на площадке МФЦА можно было бы торговать нашими энергоносителями. Обо всем этом мы поговорим еще чуть позже, через неделю увидимся на на Томикен Бизнес. Байделиновнефть.